Если ты хочешь настроить против себя человека или умирить интересной смертью, постоянно жалуйся иной. Привет, я Даша, и я сегодня такая растрепущая, оскорблясь сразу на баллы и спешу поделиться своими книжными впечатлениями за прошлый шоктябрь месяц. И сегодня мы голубим по Европе, потому что книг чуть больше, чем обычно. Я хочу начать с Дэна Брауна. И о книге Инферно. Хочу сразу обратить внимание на обложку. Тут не просто такой вот круг, это такой... Это Дефицит Гуафа, да, собственно. И меня удивило, что здесь есть такой логотип выбор канала ТВ-3, потому что ТВ-3 все-таки у нас специализируется на мистике. Также, кстати, именно это издание я не рекомендую, потому что здесь опечатка. Во второй половине книги вместо имени Лэндон упоминается какое-то там другое. И... Ну, это на самом деле, мне кажется, не так уж и страшно. Сразу хочу подметить, что я обожаю Дэна Брауна, но есть очень много людей, которым он не нравится. Почему? Потому что они не готовы менять свою точку зрения, ибо им внушены какие-то стереотипы, мировоззрение, точка, с которой они смотрят на мир окружающий. И они не хотят менять это мнение, они... А Дэн Браун хочет его поменять, потому что его менять нужно. Ну, не то, чтобы прям вот нужно, а просто... Все-таки есть разница между тем, что нам внушают с детства, и тем, что было на самом деле, или как указывают какие-то определенные источники на то, что на самом деле было вот так-то, а не так, как нам внушает общество. На самом деле книга уникальна тем, что... Надписью... Сейчас я найду эту надпись, одну секундочку. Все произведения искусства и литературы, а также научные данные, исторические события, упоминаемые в этой книге, реальны. Чем меня удивила эта надпись? Тем, что обычно пишут, наоборот, все совпадения случайные, а здесь всё реально. Что мне очень понравилось, мне также понравилось, что очень много выдержек из Данте. И это очень любопытно. В своё время у меня... У меня была совершенно бездарная учительница по литературе. Серьёзно. Я на неё ни в обиде, ни в сердце, ничего такого. Она реально... Реально, и лучше бы ей не быть учительницей по литературе, но всё-таки ей кое-что удалось. Единственное, что ей удалось, это внушить интерес к этому произведению Божественной Каменьи. Но это было в классе в седьмом или в шестом даже, и когда я взялась, я сказала, «Воу! У-у-у!» И отложила в сторону, и, пожалуй, меня Дэн Браун смог вдохновить на то, чтобы я ещё раз попробовала, но, правда, я пока не пробовала, ничего такого не скажу. Из этой книги я выписала очень-очень-очень много интеллектуальных вкусностей, исторических вкусностей, символических вкусностей. И на самом деле первые три четверти книги или, может быть, даже половина даётся немножечко так дуговастенько, потому что Роберт Клэнгл уже немножко ля-ля-ля завяз на языке, застрял в мозгу. И я когда взяла в руки книгу, я так вздохнула, опять Лэнгдон, опять Роберт, снова. Мне очень нравится подход Дэн Браун к символизму, но Роберт Клэнгл надоело. Но я пересмотрела светочку зрения, как только дошла до кульминации. Ммм, это кульминация, я вообще такого не ожидала. Мой мир перевернулся, хотя я готова переворачивать свой мир, я гибкий человек в этом плане, но реально у меня просто был вот такой нет! Я надеюсь, заинтриговала. Переходим к следующей книге. Алексей Каплер, «Двое из 20 миллионов». Сложная книга, на нее есть экранизация советская, кстати, я ее упоминала в одном из своих видео, посвященных моим любимым фильмам. Экранизация называется «Кажется, спустившись с небес». Книга «Двое из 20 миллионов». Речь идет о Великой Отечественной войне. И я думаю, она не оставит равнодушно никого, кто хотя бы как-то заинтересован в этой странице нашей истории. «Черная парантера», автор Барбара Карпленд. Это что-то вроде «Уснуть и только». Ах да, а вдруг, кто-то бы не была прочтена эта книга. Книга в стиле Джен Эйр, пожалуй, с налетом мистицизма в оттенке реинкарнации, скажем так. Ну, это... Сначала скучно, потом все интереснее, 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 так и нарастающий. Но, мне кажется, концовке не хватает немножечко выразительности, но это не критично. И все-таки, если бы я стала выбирать, «Уснуть и только», мне кажется, все-таки лучше, чем «Черная парантера». Хотя, тематика у них общая тема схожа. «Повседневная жизнь колдунов и знахарей России XVIII-XIX веков», автора Натальи Будур. Это совершенно уникальная книга. Это не что-то мистическое. Это документальная книга, составленная этнографами. И хотя я и сказала, что она написана этнографами, но она вовсе не занудна. Я в нее как вцепилась, мне просто было за уши не оттащить. Я столько для себя нового узнала. А я, казалось бы, в славянских делах не такой уж и профан. А сколько я себе выписала, да у меня руки отсохли, перепечатывать. А я очень быстро перечатаю. Десять пальцев, метод слепую. Великолепную паузу. Кентерберийские рассказы, автор Джеффри Чосер, по-моему, если я не понимала его имени. Очень занимательная вещичка, читается очень легко. Что это такое? Ну, если сравнение, что-то вроде Шекспира, только чуть-чуть полегче. Ну, я бы не сказала, что Шекспир прям сложный автор, который просто вот нужно сидеть, над каждой строчкой сидеть. Быть или не быть. Стервый. Отвечу вопрос. Да, тоже так же, как у Рифу. Есть и трагические там, и комедийные. И когда я читала, была потеха. Лучше представь комнату. Там шесть-семь человек. Там каждый занят своими делами. Даша сидит, погружена в чтение, и тут раздается громкий возраст. Так вот, откуда Пушкин собрал своего царя-султана? Или как он там? Это понятно, в общем. Это было забавно. И очень странно. Действительно, там есть сюжет один к одному. Сказка о царе-султане. Понятно. То же самое, только не подсказочным соусом. И там не просто вся из себя там раз царевна, третья девица, а христианка, а султан, это он, султан, как говорят о мусульмане, иноверец. Вот. Очень любопытно, очень рекомендую. Все подряд оттуда можно просто в цитатник. Ну, я кое-что выписала для себя, буквально две-три вещи, которые, ну, максимально произвели на меня впечатление. Потому что, на самом деле, если оттуда переписывать что-то интересненькое, то просто все переписывать. Александр Тия, 2150. Год 2150-2150. Сложно сказать, почему-то книга. Это утопия, это макрофилософия, это полное отражение моего мировоззрения. Нет, не полное. Ну, почти во всем совпадают с точки зрения. Что-то, что-то до чего-то автор додумался вперед меня. То есть, я так посидела, думаю, блин, как я сама-то самостоятельно не докумекала. По идее, это книга предподношения философской теории к какой-то точке зрения на окружающий мир. Что-то у нас какое-то мировоззренческое видео, получается, не находишь. Сначала Дон Браун, теперь 2150. В общем, вернемся к нашим баранам и овцам. Вроде как предподносят теории, но все это политосоусом сюжета литературного. Но все-таки больше дает именно вот философии. То есть, это больше философия, чем какой-то литературный сюжет, который можно почитать там по... Или какая-то сегодня бешеная. Так, Луиза Монроу Фоули, я вор сказал код, кровь сказал код, яд сказал код. Таким образом выглядит книга. Это серия «Детектив». Я ее засвечивала в книге, в видеоспасенные книги. Уникальная вещь. Здесь три истории. Да-да, я сказала три истории. То есть, вот это название, тронер, который я назвала, это название не одной книги. Это три разные истории с общими героями. И главный герой здесь Рожекот. Эту книгу я очень любила в детстве, люблю ее всю свою жизнь, несмотря на то, что я уже 10 лет ее не перечитывала по той самой причине, которую можно увидеть в моем видео «Спасенные книги». Я когда ее открыла, я поняла, что просто я помню ее дословно. Она зачитана у меня когда-либо, я знаю, на ее наизусть, в первую очередь, потому что она прокатая, обожает животных. Я обожаю людей, которые любят животных, и животных, которые любят людей. Написано хорошо, увлекательно, затягивающе. Это своего рода детектив. Ну, понятно, что все это детский детектив. Очень прям вот все это как это затягивает. И если эта книга открывается, то она закрывается уже когда полностью прочитана. Потому что до такой степени интересно. Хотя, может быть, я сужу со своей колокольни, потому что я столько лет ее уже безумно люблю, что мне кажется, что она идеальна. И я теперь хочу показать еще одну идеальную книгу. Это неподвижаемая Фрэнсис Элизабет Бернэд или Бернет. Я, к сожалению, не знаю, как правильно ставится ударение. Если ты в курсе, то сообщи мне, пожалуйста. Но только в том случае, если это стопроцентная уверенность, потому что люди говорят и так, и так, и наперекосяк. Я не знаю, как правильно. Поэтому я ее не называю Бернет. Хотя, на самом деле, я ее по-всякому называю. Как только я ее не называю. Но идуемся к нашей теме. Это «Майка и принцесса» и умничка Бернет пишет уникальные книги, которые объединяют то, что главный герой всегда очень и очень добрый, интеллектуально возвышен и морально тоже. Что самое главное, я считаю, детям. И вот то, как они себя проявляют в каких-то вот сложных ситуациях, в которых не каждый взрослый себя поведет верно. И «Маленькая принцесса» наряду с «Лордом Фаундлероем», он же «Маленький лорд». И, кстати, «Маленькая принцесса» еще, по-моему, переводится как «Пардон, сейчас под глину». «Приучение Сары Кру». Так вот, эти две повести являются моими самыми любимыми из всех произведений «Мернет». И я читала «Маленькую принцессу». Это уникальная история, я считаю, с ней каждый должен знакомиться самостоятельно. Даже малейшее на сюжет с моей стороны будет порча и удовольствие будущего возможного. И единственное, что я скажу, что главный герой обладает очень красивым, с моей точки зрения, именем Сара и не менее красивым, не менее прекрасными как и ее имя, моральными качествами и интеллектуальными способностями. Также мне нравится не то, что она обожает читать, что-то общее. И, наверное, поэтому я ей очень сильно импонирую. Всем советую. Я ее перечитала в «333-й раз». Просто и не предстаю получать от чтения. Просто колоссальное удовольствие. Карлос Домингос «Бумажный дом». Эту книгу я почла под влиянием YouTube. и одна книжная бабочка рассказывала о сюжете, что одна дама, читая книгу на ходу, переходила дорогу, ее сбила машина и на ее имя уже ее коллеги, который ее заменял, приходит книга. И вся эта ситуация, конечно, его интригует, начинает во все это углубляться, что за ерунда. И, собственно, очень опытное произведение. И мне понравилось. Не зря я была заинтересована. Всем советую. И мне очень понравилось одоброжение о книгах, но в точности про имение. Книги с невинным видом бесшумно заполняют дом. Я не в состоянии остановить их. Очень многое в этой книге, когда говорится о библиофилах, это как будто бы про меня. Ну, исключает те моменты, когда говорится о каких-то прям вот фанатиках. Это как бы я не фанатик, я просто сумасшедшая, но мне видно. Переходим к следующей. Луис Карлос Монталван. Пока есть троник или удивительная история? Удивительная связь человека и собаки, способной творить чельца. Название полностью порадует сюжет. Главная героиня с собакой. Вроде как. Немножечко меня покорюбило, наверное, что на самом деле главный герой здесь не собака, а его хозяин, инвалид войны, с афганом. Надеюсь, я не ошиблась. Могла перепутать, пардон. И всё-таки в основном книга «Уго, я молодец!» это «Здравствует Америка». И на самом деле это неплохо, но всё-таки что-то такое проскальзывает между строк, что меня как-то от этой книги так оттолкнуло. Скажем так, если бы всё-таки главным героем там был вторник, а не капитан Америка и его страна, то я бы более тепло отозвалася книги. Но книга всё равно получилась очень милая и славная. Но вот честно, я в основном как-то старалась поскорее-поскорее пропустить через свои глаза, больше через свои глаза, чем через свой мозг ту честь, где он рассказывает, что он герой. И как бы я больше акцентрировала своё внимание именно на той части, где он рассказывает про собаку по кличке Вторник. Я бы всё называла Четверг. Ну, если бы меня спросили, через какого бы дня неделю я бы Четверг. Не знаю, почему-то я люблю Четверг. Анна Гавальда «35 кило надежды» это книга это книга о мальчике с золотыми руками, но зато он и школа, вещи несовместимые, и за это он ненавидит школу. И поэтому мы с ним очень похожи. Но история очень трогательная, очень милая, славная, и душещипательная, в чём-то даже я где-то чуть-чуть так у меня скупая слезинка. Рубин Гальега «Белая на чёрном». Это уникальная книга о автор синдром ДЦП у него, и более того, он рос в сиротском доме, в детском доме, как там, читать эту книгу. Ты знаешь, идёшь, идёшь такая траля-ля, 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 так, и тут внезапно обрыв, со свиста вниз, а там такая бурная, глубокая река с мощнейшим течением, знаешь, как в Генесеи. И ты такая река в Сибири. И ты мало того, что там траля-ля, траля-ля, потом хю-ю, и тебя как улыбчиво в этой реке и так with the вдаль. Вот на что похожи эмоции, когда читаешь эту книгу. Очень советую, рекомендую и даже настаиваю. Что ещё мне сказать? Написана она очень живо, с юмором, как ни странно, ритмичненько, так и хочется начать её читать вслух. До такой степени у неё хороший ритм, скажем так, что у меня было такое желание её вслух просто почитать. И я ещё подумала, вот сидят люди там, я не знаю, ходят туда-сюда, делами какие-то занимаются. Я не знаю, что на свете есть такое вот повествование, я для себя заметила, а надо сказать, вот сейчас немножко будет договорчик, если на книгу поставить, можно немножко потянуть время. Ничего, что я сегодня такая трендочиха. У меня есть принцип, то есть я когда попросила себе электронную книгу, я себе сказала Даши, значит, чтобы сэкономить. Я себе сказала Даши, значит, ты сначала читаешь электронный вариант, если ты чувствуешь, что эта книга будет тебе прям любима, 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 до такой степени, чтобы ещё эрикулярно перечитывать, вот тогда будет у тебя бумажный вариант. Ну, я пошла на такой компромисс, так как я любительница бумажных книг, но их же разориться можно. Вот, и ля, а ритмальная книга очень быстро себя окупает, поэтому вот так. Так вот, я закажу себе, блин, эту книгу в живом виде, чтобы перелистывать, подержать в руках, вдохнуть аромат букв и насладиться тактильными ощущениями. Это всё, кажется, я ничего не забыла. Оставляй какие-то свои мнения в комментариях, подписывайся, ставь лайки, дизлайки, уважай себя, но при этом не принижай других. До скорых книг, пока! До скорых книг, пока!